Друзья, всех приветствую на торговой сессии вторника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш YouTube канал о Маркетс, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и, конечно же, не забывайте ставить лайки. Ну что ж, мы продолжаем анализировать фундаментальный фон, отчеты, статистику, которые публикуются, поскольку начало недели традиционных релизов не так уж и много. Основной отчет это данные по инфляции в США, которые выйдут в четверг. И в целом готовимся к тому, как будет меняться риторика американского регулятора и как ФРС будет настраиваться на вот это долгожданное решение по первому снижению ключевой процентной ставки. Я отстраивал прежние рекомендации по доллару как раз с позиции того, что пришло время для того, чтобы ФРС сделал шаг вперед и признал, что в принципе уже нет необходимости удерживать ставку высокой. Поэтому каждый серьезный отчет мы прежде всего будем анализировать и разбирать через призму влияния этой статистики на как раз перспективу смягчения американской монетарной политики. И отсюда уже лично мои субъективные убеждения о том, что американская валюта должна торговаться и котироваться ниже текущих уровней. Собственный индекс доллара, целевой ориентир в районе 100 пунктов по-прежнему актуален. Ну, о долларе еще поговорим. Давайте к повестке экономического календаря. Сегодня мы ждем в 7.00 по GMT данные по промышленному производству в Германии. И под закрытие торговой сессии в 21.30 будет отчет от Американского института нефти по запасам. Данные по промышленному производству в Германии. Учитывая, что в последний период чуть больше недели статистика из еврозоны нас не разочаровывает. Я надеюсь, что и в этот раз отчет окажется позитивным, что окажет дополнительную поддержку европейской валюте. Сейчас котировки по паре евро-доллар 1.0960. И я все еще сохраняю оптимистичный прогноз того, что европейская валюта вернется к сопротивлению 1.10. Тем более, что сейчас действительно этот рост будет опираться не только на идею слабого доллара, но еще и на факт роста инфляции в еврозоне, усиливающиеся инфляционные риски и хорошую статистику по промышленному сектору. Делаем вывод об этом на основании последних данных по производственным заказам, которые вышли вчера по Германии. В частности, рост в прошлом месяце на целых 0,3%, точнее, это ноябрьская статистика, это существенно выше, чем был спад на 3,8%, который мы наблюдали в октябре. Хорошие данные по торговому балансу, по росту экспорта и импорта. В частности, экспорт вырос на 37%, импорт почти на 2%. И самое важное, что это первая позитивная динамика статистики, которую мы зафиксировали за последние 4 месяца. То есть, все это настраивает какой-то оптимистичный лад и позволяет надеяться на то, что немецкая экономика, экономика Германии и в целом еврозоны сможет встать на путь экономического восстановления. Но в текущих условиях, еще раз напомню, из-за того, что инфляция снова растет, Европейский Центральный Банк не обдумывает перспективу изменения национальной монетарной политики. И делаем вывод о контрасте режимов монетарных между ЕЦБ и Федрезерв, как раз отмечает для себя более хорошие условия для покупки именно главного валютного риска. Если сегодня данные по промышленному производству Германии усилиют этот позитивный эффект от выхода производственных заказов, которые были опубликованы накануне, то допускают, что еще 20-30 пунктов главный валютный риск пара евро-доллар может сделать. Британская валюта против доллара. Здесь очень хорошо чувствует себя фунт. 1,2750. Новые локальные максимумы. Ждем движения выше отметки 1,28. Основной фундамент по британской валюте еще впереди, в частности, в среду состоится выступление главы Банка Англии Андрю Белли в парламенте. И, конечно же, он будет отчитываться о проделанной работе. И будут, в том числе, вопросы, связанные с будущими действиями. Если получим, друзья, сигнал от Белли о том, что ставка останется высокой более продолжительный период времени, как минимум до конца этого года, либо Белли будет настолько щедр на комментарии и допустит возможность дополнительного повышения ставки, нужно будет готовиться к еще одной волне активных покупок фунта и потенциальному росту уже выше отметки 1,2850. И под закрытие этой недели, собственно, будут еще данные по ВВП Англии. Соответственно, будем разбирать ноябрьскую статистику. И, в целом, годовой показатель тоже ожидания позитивные. В ноябре экономика выросла на 0,2%. Это прогноз. В годовом выражении рост может составить на 0,1%. То есть, чем больше у нас будет релизов, указывающих на то, что британская экономика все же не ушла в рецессию, тем больше будет дополнительных оснований не сомневаться в наросте британского валютного актива. Индекс доллара 101,90, то есть уже ниже 102 пунктов. Трейдеры по-прежнему анализируют данные по Non-Farm Perls, которые вышли в пятницу. Особо других дополнительных вводных и нет. Я думаю, что раз уж мы вчера обратили достаточное количество внимания на этот релиз, сегодня не будем уже его повторно разбирать. Напомню, что следующий важный фундаментальный триггер это данные по инфляции в США, которые выйдут в четверг. Ориентируемся на базовое значение инфляции, по прогнозам она может снизиться со 4 до 3,8%. И вся затея регулятора с высокими процентными ставками, она как раз и сводилась к тому, что такой уровень стоимости кредитования должен ограничивать инфляционное ралли, должен создавать условия для того, чтобы инфляция снижалась и постепенно двигалась к целевому ориентиру в 2%. Учитывая динамику последнего года, усилия Федрезерва оказались эффективными. Чем больше будет дальше свидетельств и доказательств того, что инфляционное давление ослабевает, тем больше будет вероятность того, что американский регулятор откажется окончательно от жесткой монетарной политики и начнет снижать ключевую процентную ставку. Я все еще допускаю, что первое снижение ставки может произойти уже в марте. Золото 2032 доллара за тройскую унцию пока что без рекомендаций. Я жду хороший сигнал от рыночного сантимента, потому что хочется, чтобы, опять же, и с точки зрения анализа психологии трейдинга действия большинства и меньшинства у нас была убедительная база, которую мы наложим на идею слабого курса доллара и снижения доходности американских облигаций. С рынком драгоценных металлов у этих инструментов обратная корреляция. Нужно, чтобы все звезды сошлись, друзья. Поэтому сейчас предлагаю сохранить выжидательную позицию и ждать, собственно, выхода данных по инфляционному давлению. Американский фондовый рынок S&P 500 4795 пунктов. Ждем роста в район 5000, как и раньше. Сильный отчет по рынку труда – это позитивный момент для фондового рынка, потому что позволяет предположить, что США сможет избежать какого-то экономического спада и продемонстрировать мягкую посадку в перспективе этого года. Ну, я в этом, собственно, не сомневался. В конце недели стартует очередной сезон квартальных отчетов. Первыми будут отчитываться банки. Они нас особо сейчас не интересуют. Нам нужно дождаться корпоративного сектора КСТК, высокотехнологичного сектора. Это уже последующие недели. Будем ориентироваться на прогнозы экспертов, что компании в четвертом квартале покажут очень хорошие результаты по выручке чистой прибыли. Соответственно, у S&P, NASDAQ есть изначально база для продолжения бычьего ралли. Биткоин 47 тысяч. Около того мы видим, что сейчас максимум с марта 2022 года. Рост биткоина основан на ожиданиях долгожданного запуска ETF, которые могут быть одобрены американской комиссией по ценным бумагам уже сегодня-завтра. Поэтому имейте в виду, что на рынке криптовалюты грядет серьезный фундаментальный фон, который может спроцеровать мощное ралли. Если предположить в теории, что действительно после положительного решения SEC тут же эти контракты начнут котироваться и станут основой для притока большого количества средств институционалов, то тогда да, биткоин легко может преодолеть отметку 50 тысяч долларов. И рынок нефти 76,25 в соответствии с нашим прогнозом нефть снижается. Причем факторы, которые давят сейчас на котировки, это рост добычи нефти в странах ОПЕК на 70 тысяч баррелей. И неожиданное решение Саудовской Аравии снизить отпускные цены для основных партнеров. Причем снижение цен стало самым значительным за последние два года. И напомню, что снижение цен Саудовской Аравии это по сути является доказательством того, что очень сильно просел спрос. Я думаю, что этот фон игнорировать ни в коем случае не нужно, поэтому ждем движения бренда ниже 75 долларов за баррель. Друзья, на этом собственно все. Большое спасибо за внимание и хорошей торговой сессии. Всем пока. Продолжение следует...